Сегодня я хотел бы рассказать про Cloud ML Platform и, соответственно, как сказать, из названия понятно, что я работаю в облаке. То есть у ВК есть отдельное подразделение ВК Тех. Это подразделение, которое занимается продуктами именно для бизнеса, а не для розничных клиентов. В этом подразделении, соответственно, есть ВК Клауд как отдельный продукт. И ВК Клауд, если вы не знаете, что это такое, можно назвать его неким аналогом там AWS Azure или Google Cloud Platform. То есть это публичное облако, в котором есть множество сервисов для решения самых разных задач. Я отвечаю за, соответственно, как раз таки ML Platform. И создавая ML Platform, мы стремились помочь, соответственно, дата-сайентистам закрывать все задачи, не только связанные, допустим, с экспериментами, разработкой моделей, а связанными с обработкой данных, подключением источников данных и еще самое главное с выводом моделей в продакшн. Потому что вот как все спикеры сегодня рассказывали, мало разработать модель, провести эксперименты. Это обычно для всех самая интересная часть. И самая нелюбимая часть это вывести в прод. Вот мы позволяем эту часть сделать максимально там легкой, удобной, буквально в несколько там строчек кода. Соответственно, наша платформа состоит из трех основных компонентов. Это Jupyter, о котором все знают, MLflow и MLflow Deploy. Дальше я хотел бы как раз подробнее рассказать про MLflow. Почему? Потому что это очень важный сервис. О нем многие знают, многие не знают. И почему мы выбрали вообще MLflow? Он позволяет организовать работу в команде, позволяет организовать трекинг экспериментов, моделей, не только моделей, артефактов, позволяет версионировать ваши датасеты. Все это значительно упрощает воспроизводимость. Это важная задача, потому что если, скажем, вы работаете в очень маленькой команде, там вы, допустим, единственный датасайентист в вашей компании, или там вас несколько человек, это одна проблема. А если вас становится уже там пять и больше, то как вот передавать между собой задачи, между различными этапами, как вообще трекать проект? Это все большие сложности, которые позволяет решить MLflow. Соответственно, MLflow состоит из четырех основных компонентов. Это трекинг, проект, модул и регистри. Ну, они на самом деле более-менее, как сказать, из названия можно понять, чем занимаются. Трекинг обеспечивает вот этот как раз-таки непосредственно наш трекинг экспериментов, датасетов и прочего. Projects является, по сути, неким способом организовать код так, чтобы ваши проекты не были там мешаниной из файлов и датасетов, имели четкую структуру. Models отвечает непосредственно за поддержку моделей различных фреймворков, чтобы их можно было упаковывать в единые, как бы сказать, стандартные единые пакеты. И Model Registry позволяет как раз-таки хранить, обеспечивать создание реестра этих моделей. И здесь еще чем интересен MLflow, что он может работать как локально на вашей машине, так и у него есть самые разные варианты установок. И мы, соответственно, в облаке предлагаем максимально production-ready вариант, когда у нас есть вот четыре компонента. У нас есть некий там некий localhost. Это может быть ваша локальная машина, либо это, скажем, наш облачный Jupyter. Далее у нас есть отдельная машина, на которой непосредственно развернут MLflow Tracking Server. Это сделано для отказа устойчивости. А далее у нас еще есть два важных компонента. Это, во-первых, S3. Это объектное хранилище в облаке. Если кто не знает, S3, по сути, представляет собой хранение, знаете, сервис хранения как сервис. Вы просто складываете туда данные и не думаете о том, об объеме данных, как обеспечить их там сохранность, отказа устойчивость, распределенность. Они сразу по умолчанию там так хранятся. И плюс мы еще поднимаем базу данных Postgres отказа устойчиво, и в ней храним различные там параметры экспериментов, метрики. Это тоже очень важно и интересно. Почему? Потому что, опять-таки, обидно потерять, скажем, ваши результаты работы, если у вас там, скажем, сбойнула ваша локальная машина или ваш сервер. Такое тоже бывает. Здесь мы как раз-таки обеспечиваем максимально отказа устойчивую и надежную архитектуру. И почему MLflow? Здесь как раз-таки на слайде вы можете видеть пример, что если у вас уже есть какие-то пайплайны и процесс по работе с моделями, которые вот у вас уже есть, прямо сейчас вы используете, то внедрить в него MLflow очень легко. Это буквально несколько строчек кода. То есть мы добавляем, мы идем стандартно там по нашему Flow, там объявляем параметры, модель и прочее. А дальше добавляем несколько строчек кода, связанных с MLflow, где мы там пишем MLflow.logparam. И буквально в эту команду мы залогировали все параметры. MLflow.logmetrics мы залогировали метрики. И дальше logmodel мы залогировали модель. То есть по сути мы добавили три строчки кода и уже значительно повысили воспроизводимость нашего эксперимента, соответственно, удобство для работы в команде. При этом сам MLflow представляет собой очень гибкий UI, где можно там все эти эксперименты сравнить между собой, построить график, он строит это все автоматически метрики. Здесь не нужно сюда всматриваться, просто представьте, что как это красиво. И также, соответственно, позволяет MLflow в своем удобном UI просматривать там различные параметры, метрики, по каждой модели логировать их, кучу объектов. То есть вы можете к своей модели одновременно залогировать датасет, на котором она была натренирована, окружение, то есть, опять-таки, для воспроизводимости, input-output примеры, то есть схемы. То есть, в общем, когда вы работаете в потоке, опять-таки, в большой команде, у вас много задач, это очень критичные, соответственно, фичи, которые вам помогут работать в продакшене, в интерпрайзе. И здесь еще я хотел бы рассказать про Spark в Кубере, вообще про Кубер. Казалось бы, при чем тут Kubernetes там и ML, но дело в том, что все больше ML, DS-системы, систем по работе с данными переезжают в Kubernetes. И одна из таких систем – это Spark. И чем здесь интересен и полезен Spark? Тем, что он позволяет вам, с одной стороны, решать дата-инжиниринги задачи, с другой стороны, он позволяет вам решать и DS-задачи за счет возможности распределенно быстро обучать модели на больших объемах данных и также применять эти модели на больших объемах данных. И сам по себе Spark и Кубер – это сложные системы. И здесь я хотел бы просто показать, что по сути для того, чтобы обеспечить работу там Spark в Кубере, нужно поднять очень-очень много компонентов. Но для вас, как, скажем, DS-специалистов, мы предоставляем такой интерфейс, как Client Library, и вы взаимодействуете только с ней. Опять-таки из кода, из питона, в своих стандартных workflow можете быстро использовать Spark. И, в общем, я рекомендую вам обратить на внимание на возможности Spark в Кубернейце для работы, ну, для вашей ежедневной работы. И переходим непосредственно к кейсам. Во-первых, первая часть я хотел бы рассказать, соответственно, про обучающие возможности. Наша ML-платформа активно используется для, соответственно, обучения студентов. И если у вас есть потребность, допустим, организовать обучение в вашей команде или, допустим, построить какой-то прототип, то как раз-таки Cloud ML Platform может вам в этом помочь. И вот у нас был кейс, когда одному из сотрудников, он в рамках своего развития строил учебный сервис по распознаванию лиц. И как раз-таки он использовал полный flow. То есть взял Jupyter, в нем провел эксперименты. Все эти эксперименты залогировал в MLflow. А дальше с помощью MLflow Deploy поднял рабочий сервис, который, соответственно, упаковал модельку в докер-контейнер, сделал доступный по REST-у. И этот контейнер поднял на отдельной VM-ке. И все это было, то есть, ну так вот бесшовно. Поэтому, если у вас есть такая потребность, знайте просто, что мы вам можем помочь. Следующий частый запрос, опять-таки, хакатоны. Они достаточно часто проводятся. И если, допустим, вы в своей компании или в Минске, в Беларуси решите провести хакатон, мы будем рады вам помочь. У нас есть большой опыт. Опять-таки, на хакатонах нужно предоставить быстро, много ресурсов для участников, поднять готовые среды. И здесь, как мне кажется, облако идеально, потому что вам не нужно думать, где эти взять ресурсы. Они предоставляются гибко по запросу. И мы здесь можем пойти вам навстречу. У нас были кейсы, когда мы предоставляли ресурсы для хакатонов либо с значительной скидкой, либо бесплатно. Поэтому, если у вас есть идеи по проведению хакатонов, приходите к нам. Мы можем вам помочь даже бесплатно их провести. Далее переходим от обучающих кейсов непосредственно к рабочим. У нас был такой, соответственно, сценарий, когда пришла команда фрилансеров, и они работали по заказу на достаточно крупного клиента, которому нужно было построить модель по оттоку клиентов, предсказывать. Это, на самом деле, очень типичный, типовой кейс. И здесь я не хотел бы на нем глубоко и долго останавливаться. Из интересного, что из этого кейса можно вынести, что в рамках этого кейса был, опять-таки, построен готовый продсервис. И вот сама машина, на которой наш продакшн-сервис был развернут, она всего потребляла два ядра, два гига оперативки. То есть это очень маленькая машина в облаке, которая потребляет просто копейки денег. И при этом она держала нагрузку в 10 тысяч запросов в минуту. То есть для клиента этого хватило с избытком. При этом у нас работают, естественно, не только фрилансеры, студенты. У нас также есть и очень крупные клиенты. Один из топ-10 банков России. Они просто не хотели публично раскрывать своими, поэтому приходится их так называть. Они также используют активно облако ML Platform. И здесь интересно в этом кейсе, что они используют как раз-таки не просто платформу для обучения модели, а используют S3 для хранения датасетов. Я знаю, что многие датасиентисты и ML инженеры не знают про такой, соответственно, сервис, как S3. Но когда вы работаете в облаках, как раз-таки обычно вы храните данные там не в HDFS, не в Hadoop или там в каких-то других системах, не на дисках, локальных серверов, а как раз-таки в S3. Как я говорил, почему здесь интересен S3? Тем, что это распределенная система, которая с коробки хранит ваши данные очень дешево, при этом надежно. При этом и сам ВК также пользуется нашей платформой. И у нас есть также, соответственно, команда, которая занимается… На самом деле у нас очень много ML-команд в самых разных подразделениях и отделах. И вот одна из команд Vision, она как раз-таки часть департамента искусственного интеллекта, решала задачу, связанную с компьютерным зрением. Поэтому если у вас есть похожие задачи, вы также можете прийти к нам. И сегодня много говорили про LLM-ки. И мы в облаке, опять-таки, на нашей платформе тоже взяли, натренировали LLM-ку, зафайн-тюнили. Для этого мы взяли модель PIFIA 12B. Сегодня, опять-таки, предыдущие докладчики упоминали вот эту проблему open-source моделей, что на самом деле многие модели не open-source, они как бы вроде бы open-source, но для коммерческого использования их нельзя брать. Так вот почему мы взяли PIFIA 12B, потому что как раз-таки она полностью на 100% готова для коммерческого использования. То есть ее лицензия помогает, позволяет использовать ее в продакшене, в коммерции. Чем интересен этот кейс? Тем, что, во-первых, мы взяли очень маленькие ресурсы. Это всего лишь одна GPU-шка A100. Во-вторых, взяли эту GPU-шку на очень короткое время. Как видите, мы чуть больше суток тренировали, около 28 часов. И при этом нам удалось добиться интересных результатов. Цель мы тренировали эту модель файн-тюнили для задач облака. А в облаке очень часто там есть технические вопросы у пользователей в поддержку, связанные с кубером, с эксплуатацией облака. И, соответственно, мы ее учили там отвечать на вопросы по куберу, по командам кубера. И она достаточно внятно начала обучаться, отвечать. Хотя в исходном датасете PIFIA 12B она предполагала, что она не говорит по-русски. Далее еще из интересного, что, естественно, эта модель относительно небольшая. И мы на русском датасете ей не представили там всю базу знаний. И мы ее дополнительно дообучили, что даже если она не знает что-то, но мы ей можем подать текст, в котором предположительно есть ответ, то она сможет его найти. Вот, допустим, она не знает про Александра Сергеевича Пушкина ничего. Мы у нее спрашиваем там, когда родился Пушкин, подаем ей абзац текста, где предположительно находится ответ, и она может, соответственно, из него вычленить ответ. И при этом, если вы обратите внимание, отвечает даже там с учетом падежей, нормально там грамматически и пункционно. И еще один здесь интересный побочный эффект был, когда мы обучали эту модель, что мы ее не учили переводить с русского на английский. Но если ей задать вопрос на русском, а при этом предоставить контекст на английском, то у нее получается отвечать достаточно внятно, то есть переводить текст. Ну, в общем, это был интересный побочный эффект, о котором бы я хотел упомянуть, при том, что я говорю, в обучающей выборке не было такого вообще, ну, такого рода вопросов. И далее я хотел бы рассказать про такой кейс, можно сказать, такой социально направленный, гуманитарный. К нам пришли сотрудники московского зоопарка, и, соответственно, у них была задача помочь им наблюдать за редкими птицами краснокнижными. В нашем случае непосредственно кудрявые розовые пеликаны. И это был достаточно интересный кейс. Во-первых, потому что там не было датасета, то есть и команда сначала занималась сбором датасета. Далее они не знали, где и как обучать. Почему? Потому что, ну, в общем, локально обучение занимало у них слишком много времени, их моделей. И, ну, поэтому они логично пришли в облако за распределенными большими ресурсами. И цель проекта, соответственно, должна была на фотографии, на некой картинке искать пеликанов, считать их, и при этом отделять их от других птиц, потому что эти пеликаны могут быть вместе там с другими птицами. И, ну, на технологическом стеке я не буду подробно останавливаться, потому что я уже вам много сегодня рассказывал про платформу. По сути, сама модель представляет собой, соответственно, нейросети на YOLO 5. И если у вас есть подобные задачи, вы можете использовать, соответственно, облако. Как результат этого эксперимента, соответственно, получилось значительно сократить и автоматизировать подсчет колонии птиц, там, с 7 дней буквально там до каких-то секунд, там, 30 миллисекунд. Это, видимо, взяли какой-то маркетинговый показатель на какой-то такой самый лучший результат, какой был. Естественно, впройду он будет немного медленнее. И что я здесь хотел бы как итог вам рассказать. Во всех кейсах, о которых я вам только что рассказывал, смотрите, как бы я из облака, из ML-платформы, но на самом деле во всех проектах, которые я видел, инструменты – это была всего лишь часть проекта и часть задачи. Кроме инструментов, огромную роль везде играют процессы и люди. В том же кейсе с пеликанами гораздо большую сложность для продвижения всего проекта к финальной, как вы скажете, к успеху. Это было взаимодействие между людьми, когда там нужно было собрать датасет, кто поедет собирать датасет. Оказывается, представьте, что датасет для пеликанов, он как собирается? Вообще-то нужно поехать там на какие-то острова, которые чуть ли там не около полярного круга. Там дроном наделать очень много фото и видео пеликанов, и сама организация всего этого процесса, она достаточно трудоемкая и затратная. С тем же, там скажем, обучением GPT-модели, которую мы файн-тюнили, опять-таки, open-source модель, она всем доступна. Код для тренировки тоже на самом деле, ну, это никакой не ноу-хау. Сбор датасета, правильная очистка датасета самая была тяжелая, трудоемкая, долгая, и во всем этом кейсе этот датасет представляет свою максимальную ценность. То есть моделью мы можем с вами поделиться хоть завтра, а датасет, он стоит гораздо больше, и, соответственно, ну, опять-таки, вот эта важность поиска, подготовки датасета нельзя не дооценивать. Спасибо за внимание. Продолжение следует...